Приветствую вас, дорогие сестры и братья, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что мы сегодня можем в этот святой субботний день найти мир, покой и радость в нашем Господе Иисусе Христе, обрести счастье, обрести благословение и освящение в этот святой субботний день. Сегодня в уроках субботней школы уже упоминалось о том, что есть особо важные программы, которые существуют в церкви. И сегодня была названа одна из программ, которая называется «Вернись домой». Я думаю, что вы все услышали и узнали о ней. Конечно, эта программа касается тех людей, которые в свое время были с нами, которые были рядом с нами, которые молились вместе с нами, которых мы любили, с которыми мы дружили, но, к сожалению, их нет в этот день, в этом храме или, возможно, в другой какой-либо общине. Это большое наше переживание. В свое время Иисус Христос также сказал и притчу о блудном сыне, о его возвращении в отчий дом. И сегодня я хотел бы, чтобы мы могли эту притчу, но увидеть в другой книге, в книге Бытие. И мы сегодня будем исследовать историю двух рабов, которые были в рабстве. Один человек был в духовном рабстве, другой в буквальном рабстве. Приглашаю вас открыть послание апостола Павла к римлянам, 6 глава, и 16 текст. И здесь записаны следующие слова. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Мы действительно с вами находимся на арене борьбы между добром и злом, между Христом и сатаной. И эта борьба приближается уже к своему завершению, потому что на основании всех тех событий, которые происходят в природе, которые происходят в религиозном мире, в политическом мире, они ясно нам говорят о том, что Господь очень скоро придет. Несколько лет тому назад я однажды посетил музей, музей восковых фигур, аномалий человека. Это было в городе Шостка, Сумской области. И когда я вошел туда, в этот зал, я увидел несколько фигур, которые отличались друг от друга. Там представлены были фигуры двух мужчин, у одного не было рук, у другого не было ног, но они, скооперировавшись, работали в цирке и таким образом зарабатывали себе на жизнь. Также была еще одна фигура, к которой я подошел, когда у одной женщины, она проживает в настоящее время во Франции, в Париже, у нее за одну ночь вырастали волосы на бороде 15 сантиметров. Это меня еще больше удивило. Но тогда, дальше, когда мы проходили, мы видели, что фигуры становятся все меньше и меньше приятными, когда одна молодая девушка родилась со свиной, ну, лицом нельзя назвать. И вот, когда уже я подошел к следующей фигуре, она меня шокировала. Это был молодой человек, который работал в Италии, он был хорошим артистом, у него был прекрасный голос, но проблема в его жизни была та, что у него было лицо естественное, но сзади его головы было еще одно лицо. И там жил в нем второй человек, с которым он никогда не дружил. Они всегда были в войне. Если этот человек, то есть первый, он радовался, он веселился в своей компании, то второй человек, который был там, у него в затылке, он всегда насмехался над ним, он оскорблял его, он говорил ему неприятные слова, и у них была постоянно война. И так он прожил 34 или 36 лет. Он не выдерживал вот этого давления, вот этой войны, которая у них происходила в жизни. И однажды, когда насытившись после очередного веселья в кафе, он насытился оскорблениями со стороны второго человека, он принял решение, что он должен что-то сделать. И он приставил к виску этого человека пистолет, и он в него выстрелил. Конечно же, погиб он и сам. Апостол Павел говорит, что мы находимся действительно на арене битвы. И однажды он сказал такие слова, то, чего я хочу, не делаю, и то, что хочу, да, чего не хочу, делаю, а что хочу, не делаю. Потому что, он говорит, часто проявляется жизнь вот этого плотского человека в нашей духовной жизни. И дальше апостол Павел говорит, неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? В нашей жизни действительно происходит вот эта великая борьба между плотским и духовным человеком. Мы находимся каждый день на арене борьбы. И все зависит от того, кому мы отдаем себя в рабы для послушания. Или нашему Господу Иисусу Христу, или его врагу Сатане. Жизнь Иакова, она удивительная жизнь. И этой жизни посвящено, жизни Иакова посвящено 23 главы Иакова и его семье. Это действительно удивительная личность, которая пережила вот эту великую борьбу между добром и злом. Человек, который стал победителем, но человек, который нес последствия вот той порочности и пагубности, которая была в его жизни. Я думаю, что вы помните историю о том, что Иаков жил обманом. Это его привлекало, его это устраивало. Ему было приятно так жить, потому что он видел, что в этом есть какая-то перспектива. И гораздо быстрее обманом можно продвинуться вперед. Это история взаимоотношений супруг друг с другом. Это история взаимоотношений родителей с детьми. В этой семье случались и трагедии, и переживания. Там встречаем мы и любовь, и ненависть, и искренность, и лукавство. И семье Иакова, как я уже сказал, посвящено 23 главы. И они говорят о многом. И мы сегодня рассмотрим с вами две личности, которые жили в доме Иакова. Это Иосиф, который стал впоследствии рабом, буквальным рабом. И Иуда, который стал духовным рабом. Когда мы открываем с вами книгу Бытие, 23 главу, мы находим историю, как Иаков, возвратившись уже от Лавана, начинает свою собственную духовную жизнь. И начинает строить взаимоотношения с Богом. Начинает строить взаимоотношения в семье. У него есть успех, у него есть благословение. Но когда Иосифу было 17 лет, он ощутил на себе в этом доме Иакова даже не любовь, даже нельзя назвать непонимание или недопонимание, он ощутил на себе ненависть. Находясь в семье, он ощущал одиночество. Он был сирота. Сегодня, когда мы слышали с вами о том, что трагедии происходят в наших семьях, в адвентийских семьях, когда мы теряем друзей, когда мы теряем матерей, отцов, это большая трагедия. Но мать, которая теряет сына или дочь, это трагедия, которая врезается в сердце каждого родителя. Когда Иосиф был еще юношей, он потерял свою маму, и он оставался одиноким. У него было только два друга в его семье. Это его отец и Бог, которого он любил. Я думаю, что каждый, возможно, испытывал когда-то в своей жизни одиночество, даже тогда, когда он встречался со многими людьми, был в обществе, возможно, был душой общества, и при этом же ощущал одиночество. Ощущали ли вы одиночество, дорогие мои сестры и братья, среди родственников? Возможно, среди братьев и сестер, приходя в церковь. Иосиф ощутил это в своей собственной семье. Там, где были родители, там, где были братья, там, где была его тетя, конечно, которая не очень любила Иосифа, потому что он не ее был сын. Более того, он был сыном ее соперницы. И его ненавидели. За что же ненавидели его? Причины. Какие были причины ненависти? Давайте откроем мы книгу Бытие, 37 главу. И мы найдем с вами банальные причины, которые позволили людям, которые жили рядом с Иосифом, не любить его. Книга Бытие, 37 глава и 3 текст. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Итак, мы видим первую причину, которая была здесь. Это разноцветная одежда, которая была на Иосифе. И вот одежда, она была и привлекательна, и в то же время вызывала ненависть у его братьев, у его сестер, у его друзей, так сказать, которые были рядом с ним. Скажите, веская причина была для того, чтобы ненавидеть этого молодого человека? Не было причины. И когда мы с вами дальше уже встречаем, когда Иосиф встретился со своими братьями, и они увидели на нем разноцветную одежду, первое, что они сделали, это они сорвали эту одежду, потому что она им не нравилась, вернее, Иосиф им не нравилась, и все, что было в Иосифе, оно не нравилось его братьям. Далее, когда мы с вами читаем пятый текст, он открывает нам, что Иосиф продолжал быть одиноким в этом доме по причине, что когда-то утром он пришел к своим братьям и с радостью рассказал, какой он видел прекрасный сон. И что произошло дальше, как мы читаем с вами? И они, написано пятый текст, и они возненавидели его. Посмотрите, какие мелочные причины были, чтобы ненавидеть Иосифа. Красивая одежда. Как часто мы встречаем, когда люди осуждают друг друга по этим причинам, которые мы с вами сейчас находим в Священном Писании. Кто-то во что-то оделся, не по тому вкусу, какой есть у меня. И у меня это вызывает какое-то негодование, какую-то неприязнь, какие-то наговоры появляются в жизни людей. Следующее, что огорчало или приводило в состояние ненависти этих молодых людей, это перспектива в жизни Иосифа. И одиннадцатый текст нам говорит, «Братья его досадовали на него». То, что у него была перспектива, то, что он чему-то учился, что он был послушный, что у него что-то выходило, чтобы сделать. То есть у него была перспектива жизни. У них такой перспективы не было. И вот объединившись святой ненавистью, они готовы были что угодно сделать. Скажите, была ли причина того, чтобы продать этого молодого человека в рабство, потому что он носил красивую одежду? Это была причина или нет? Это не была причина. А то, что он видел сон, интересный, как ему показалось сон, это было причиной, чтобы возненавидеть Иосифа. И я хотел бы, дорогие мои братья и сестры, обратить на это внимание. Он был человеком послушным. И когда мы 37 главу и 13 текст читаем, мы находим, что Иаков говорит Иосифу, «Твои братья пасут скот, пойди, принеси им хлеба». Иосиф прекрасно понимал, что братья его ненавидят. Но и в это же время он говорит своему отцу, «Вот я, отец, я иду». Послушание Иосифа, оно раздражало его братьям и привело их к жестокости. Приглашаю вас открыть послание апостола Павла к Ефесянам, четвертую главу и 31 текст. Послание апостола Павла к Ефесянам, четвертая глава и 31 текст. И апостол Павел показывает, что это все должно быть удалено от нас только по той причине, что это все, эти мелочи приводят людей к жестокости. В них мы либо развиваемся, либо мы их побеждаем. И вот апостол Павел пишет такие слова. Послание к Ефесянам, 4 глава и 31 текст. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». И дальше он говорит 32 текст. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот, казалось бы, такие мелочи. Не понравился сон, не понравилась одежда, не понравилось, как человек ведет себя, то ли на богослужении, то ли как он обращается с ближними, с братьями и сестрами. Это все определенную группу людей раздражало. Потом это все перешло в ненависть. А окончательной точкой было то, что они готовы были продать своего родного брата, в рабство. И апостол Павел говорит, что сначала начинается с какого-то раздражения, потом это переходит в ярость, в гнев, в крик, в злоречие, в злобу. И апостол Павел говорит, что это не приводит к благословенным результатам. Итак, братья Иосифа принимают определенные решения и решают, чтобы как можно быстрее можно было избавиться от своего брата. Когда в нашей жизни есть какие-либо пороки, Священное Писание открывает нам пути, благодаря которым мы можем избавиться от них. В противном случае они будут возобладать над нами, и мы не сможем выдержать давление тех пороков, которые могут случаться в нашей жизни. Дальше продолжаем исследовать эту историю, которая записана в книге Бытие 37 главе. И мы читаем с вами, что когда Иосиф уже по повелению своего отца направляется к братьям, чтобы им принести хлеба, чтобы им принести другие продукты питания. И в это же время, увидев его, они принимают определенные решения. Книга Бытие 37 глава, 19-20 текст. «И сказали друг другу, «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Что происходит в жизни этих людей? Они готовы идти на жестокость. Они готовы убить своего брата. Они готовы обмануть своего отца только потому, что допустили вот такой маленький порог не любить, чтобы критиковать, возмущаться. Все это перерастает в ненависть, и они принимают решения. И посмотрите, один порог идет за другим, один порог тянет другой за собой и так далее. И вот в это время Рувим принимает определенное решение, который был все-таки старшим братом. И он говорит, 22 текст мы читаем, «И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу». Скажите, правильное решение, хорошее решение было, или желание, или мотивы Рувима, или нет? Мотивы были правильными. Он хотел вернуть даже среди этой жестокости. Но что здесь происходит? Рувим уже начинает бояться своих братьев. Почему? Потому что вот это негодование, ненависть, которые воспитывались на протяжении лет, они могли сыграть определенную роль и в жизни Рувима. Поэтому Рувим предлагает, он не говорит даже прямым текстом, он начинает так же лукавить, и он говорит, «Давайте сначала бросим в ров, а потом думает, чтобы возвратить его к отцу». Но Иуда был гораздо сильнее, чем Рувим в лидерстве. И мы читаем с вами 37 главу, 26 текст. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши, да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. Итак, мы видим с вами, что старше был Рувим, но лидером кто был среди братьев? Иуда был лидером. И поэтому, когда Рувим отошел, тогда Иуда принимает решение, предлагает, и братья это решение принимают, и принимают решение, чтобы продать своего родного брата в рабство. Не думая о последствиях, которые будут с братом, то есть ненависть перекрыла все взаимоотношения в жизни этих людей. Я вспоминаю тот момент, когда в 1979 году мы вместе со своим отцом поехали на родину в Среднюю Азию. И нам необходимо было ехать через Москву в Узбекистан, и вот это было длинное путешествие. Отец нас постоянно на дороге предупреждал, когда вы будете на вокзале, держитесь вместе, потому что у него были большие чемоданы, сумки. Мне было в то время 12 лет, моему старшему брату 15, а младшему 6 лет. Но мы любили нашего младшего брата, и мы переживали о том, чтобы он случайно нигде не затерялся по дороге. И вот когда мы были в Москве, мы видели, как много там цыган есть, и мы переживали, чтобы нас никто не украл, потому что нам многое об этом говорили. И вот зайдя на этот вокзал, в то время, когда было очень много людей, и мы вдруг потеряли своего младшего брата. И среди тех тысяч найти его было просто невозможно. Мы в такой панике были, мы в таком переживании были. И отец нам сказал, вы стойте здесь и молитесь, я пойду искать младшего брата. И вот в это время я вспоминаю, какие ощущения у меня было. Мне казалось, что его продадут сейчас в рабство цыгане, что уже мы никогда его не найдем. И мне казалось, что это длилось целую вечность. Я тогда вспомнил и Иосифа, которого продали в рабство, и его братьев. И я не понимал, не понимал то, почему они все-таки настолько жестокие были, что продали его в рабство. Но спустя несколько минут отец привел этого младшего брата. Я вам не могу передать тех ощущений, которые были у меня. Как мы радовались, как мы его обнимали. Мы уже забыли о том, куда мы едем. Мы забыли, какая цель поездки была. Мы думали о том, что мы нашли его. Какая это была радость. И я долгое время не понимал, что произошло в жизни Иосифа и в жизни его братьев. И вот эти мелочи, дорогие мои, которые иногда люди допускают в своем сердце, они начинают расти. И они перерастают в ненависть. Когда мы проявляем негодование, когда мы проявляем недружелюбие, а возможно какую-то клевету, это перерастает в ненависть. И люди готовы пойти на что угодно, чтобы только избавиться от того человека, который находится рядом с нами. Но интересно, Библия говорит утешительные слова, что Бог был другом Иосифа. И мы переходим с вами к 39 главе, а потом возвратимся к 38. Она интересная глава. И в 39 главе мы читаем второй текст. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме Господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Как вы думаете, где более комфортно было Иосифу? В доме своем или в доме Патифара? А сложно сказать, не так ли? В доме Патифара написано, увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Еще один такой моментик здесь описан. Он был успешен в делах и жил где? В доме Господина своего рабы. Никогда в доме Господина не жили. Никогда. Написано, Иосиф жил в доме Господина своего. Где было комфортнее Иосифу? Когда он был рядом с отцом, конечно, с отцом было комфортнее. Но когда он был там, во рву, когда его братья бросили, я думаю, что он не испытывал комфорта в общении со своими братьями. Когда он рассказывал им сон, а они ненавидели. Когда он что-то говорил, они отворачивались от него, они игнорировали его. Но написано, Господь был с Иосифом. Сегодня, дорогие мои, Господь дает нам добрую весть. Как бы одиноки мы ни были в нашей жизни, Господь обещает, что Он будет всегда рядом с нами, если мы свое сердце отдаем Ему. Почему Господь был с Иосифом? И почему Господь говорит, что Иосиф был успешен в делах? Именно принцип успеха записан в книге Иисуса Навина. В первой главе и восьмой текст. Иисус Навин, испытав на себе вот этот принцип успеха, Он говорит такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот это условие, которое было в жизни Иосифа. Он жил по принципам Божьим. Он соблюдал заповеди Божьи. Часто люди обращают внимание на Иосифа и думают, что он был человеком, который постоянно приходил к своему отцу и говорил ему на братьев своих, а вот они сделали то и другое, они сделали вот то и то. И братья тогда приходили, отец их вычитывал, и они в результате ненавидели. Жизнь Иосифа была такая, что он говорил и своим братьям, что они неверно поступают, и своему отцу он говорил. И он желал, чтобы произошли какие-то перемены в жизни братьев. Но Господь видел, что ожесточилось сердце их настолько, что они уже не могли слушать ни слов, ни слов своего отца, ни слов Иосифа. И они решили продать его. Но мы читаем с вами, что он был верен Богу абсолютно везде. В доме Патифара, когда он жил, написано, что он снискал благоволение в очах Патифара и служил ему верно. Иосиф тогда оставался верным Богу, когда у него были искушения. При искушении, когда жена Патифара давала ему все возможности и перспективу, у него был реальный шанс, чтобы получить свободу. Сейчас, в этот миг, Иосиф, только одно мгновение, и ты можешь быть свободным. И вот эту свободу Иосиф не меняет на свою верность Богу и говорит, как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом. В 39 главе, 21 тексте, мы читаем, что когда Иосиф находился уже в темнице, из-за того, что его опорочили, что на него наклеветали, мы читаем с вами, что Господь был с Иосифом и в темнице. Мои возлюбленные, когда мы остаемся верными Богу, в тех принципах, которые Господь открыл нам в Священном Писании, мы находим с вами, что при любых обстоятельствах жизни, при любых политических ситуациях, которые происходят в стране, при различных проблемах, которые происходят в обществе, независимо от того, проживаем мы на Гаити или в Украине, или в Японии, если мы остаемся верными Господу, Господь будет с нами всегда и везде так, как Он был с Иосифом. И написано, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость. Вот это самое важное, самое главное и самое ценное, что было в жизни Иосифа. И еще, когда мы с вами встречаем то, что было в жизни этих молодых людей, мы находим, что Бог не оставляет никогда. Как Господь был с Иосифом? Как вы думаете, был ли Господь с Иудой, который продал его в рабство? Или, в крайнем случае, был инициатором, чтобы его продать в рабство? Господь был с Иудой или нет? Сложно сказать? Дорогие мои, Господь безмерно любит каждого человека. И написано, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому я хочу с уверенностью сказать, что Господь любил Иуду, Господь любил Рувима, Господь любил Гада, Дана, Нефалима, абсолютно всех. И сегодня, когда в нашей жизни случаются различные проблемы, Господь продолжает любить и нас. Независимо от того, отступаем мы или мы ближе к Нему, но вопрос весь касается нашей будущей жизни. Иуда, он любил свободу. Он любил свободу, которая была в этой жизни. Беспорядочная, беспринципная жизнь. Вот была та свобода, которую видел Иуда. И когда мы с вами читаем 38 главу, мы находим историю об Иуде. 37 глава говорит нам о том, как Иосиф был продан в рабство. 39 глава говорит, как он находился в рабстве. А 38 глава показывает нам о том, какая была жизнь Иуды. Иосиф находился в буквальном рабстве, но был всегда верен Богу. Иуда был на свободе, но оставался рабом своего греха и прихоти, которая была в его жизни. И мы читаем такие слова. В то время Иуда, 38 глава и первый текст. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира. И обратите внимание. И увидел там Иуда, дочь одного хананиянина, которому имя Шуа. И взял ее, и вошел к ней. Она зачала и родила сына. Он нарек ему имя Ир. Все очень просто решается в этом мире. Увидел, вошел, увидел, взял, вошел, она родила и так дальше. И Иуда увидел эту свободу, которую он не видел в доме своего отца. Отец ставил жертвенник, отец приносил жертвы, вечером все родственники приходили на это богослужение, но Иуда желал свободы. И вот она, эта свобода. Конечно, Иуде нравились хананияне. Они жили свободно. У них одежда отличалась от той одежды, которая была в семье патриарха Иакова. Украшения, которые отвергла семья Иакова. Они все привлекали Иуду. Традиции, обряды, поклонения, которые были в Хананской земле. Это все то, что увидел Иуда, и ему это нравилось. Ему понравилась девушка. Не надо было никаких вопросов решать со своим отцом. Он увидел ее, он взял ее, он вошел к ней, она зачала и родила. Все так, как происходит в этом мире. И казалось бы, что Иуда испытывает действительно свободу и радость в этой жизни. Как многие люди сегодня искушаются той свободой, которую предлагает мир. Но эта свобода, она приводит к духовному рабству. Но наступает время, когда Иуда должен был испытать горечь жизни лишь для того, чтобы ему обратно возвратиться к Господу. Книга Бытие, 38 глава. И седьмой текст мы читаем. Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа и умертвил его Господь. Вот так кратко написано. А в чем же была причина? Действительно, если родители поступают верно перед Господом, когда они каждый день склоняются перед Богом, тогда дети учатся у своих родителей. Когда родители встречают в святой субботний день и рассказывают своим детям, какую ценность этот день приносит, благословение и освящение, чему будут учиться дети? К тому же, но когда Иуда жил в кавычках на свободе, дети учились у своего отца. И написано, Ир был первенец, он был неугоден перед Господом. Десятый текст мы читаем о втором сыне Иуды. Зло было перед очами Господа, то, что он делал, и он умертвил его. И так у него остается в его доме невестка, еще его один самый младший сын и его супруга. Но проходит время, и мы с вами читаем дальше, что умирает и его супруга, и он остается один со своим младшим сыном. И необходимо было что-то делать в его жизни, какие-то решения предпринимать. Фомарь его невестка остается вдовой. И вот после этого проходит определенное время, и Фомарь видит, что вырос уже этот самый младший сын Иуды. Но Иуда как бы не замечает этого. И он боится, чтобы и этот еще младший сын, женившись на невестке его на Фомаре, чтобы и он не умер. И поэтому Иуда скрывается от того, чтобы не произошло этого брака. И когда мы с вами читаем дальше, мы находим, Фомарь принимает определенное решение, то есть его невестка. И мы читаем с вами 13 текст, 38 главы. И уведомили Фомарь, говоря, «Вот свекр твой идет в Фомну, стричь скот свой». И сняла она с себя одежду удовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фомну. Ибо видела, что Шелла вырос, и она не дана ему в жену. Почему она одела на себя одежду блудницы? Как вы думаете? Потому что Иуда никогда не пропускал ни одной блудницы. И невестка его прекрасно знала об этом. И мы читали с вами, он увидел, взял, вошел, она родила вот такая его была жизнь. Вот так жил Иуда. И Господь, конечно же, любил его. Господь слышал молитвы Отца. И Господь желал возвращения Сына к Своему Отцу. И мы с вами находим, что когда Иуда уже, когда Иуда вошел к Фомаре, и она зачала, и мы читаем такие слова, что прошло 24 текст, прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря, «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Что Иуда сказал, когда продавали Иосифа в рабство? Что он предложил братьям своим? Он говорит, «Давайте продадим его в рабство». Когда его невестка, Фомарь, стала беременна от него, он узнал, что она беременна, но не знал от кого. Он говорит, «Выведите ее, и пусть будет она сожжена». Вы видите, как он быстро принимает определенные решения. Как часто люди быстро принимают решения в своей жизни? Что необходимо сделать с этим человеком? Продать его в рабство. Что необходимо сделать с этим человеком? Сжечь. Что необходимо с этим сделать? Исключите, членов церкви. Взять на замечание. Осудить и так дальше. То есть люди очень быстро бывают, принимают решения в своей жизни. Точно так же поступал Иуда. Но Господь желал, чтобы произошло изменение в его характере. Но он еще не возвращается к своему отцу. И мы читаем дальше. «Но когда повели ее, она сказала свекру своему, я беременна от того, чьи это вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, впервые в жизни Иуда свою вину признал. И он говорит, она правее меня». Что необходимо было сделать Иуде для того, чтобы он пришел к покаянию? Чтобы он встретился сам с собой. Увидел свой характер. Увидел свои недостатки. Увидел то, что происходит в его жизни. Неужели необходимо было устроить кладбище на территории своего дома только для того, чтобы раскаяться в своих действиях и в своих поступках? И вот что делает Иуда, когда он увидел, что Фомарь беременна от него, и он признает свою вину. И он берет к себе Фомарь. Берет своего сына. И уже будучи в возрасте, он возвращается к своему отцу. И, дорогие мои сестры и братья, это история возвращения блудного сына. И теперь возвращаясь к своему отцу, это означало, что он должен был призвать свою неправоту в этом случае. Он должен был признать свою неправоту в том случае, когда он продавал Иосифа в рабство. Он должен был признать свою неправоту в отношении к своему отцу, к своим братьям. И он возвращается к Иакову. И он приходит в то место, где стоит жертвенник, понимая, что в этом мире, как ему казалось, он приобрел весь мир, но потерял супругу, потерял двух сыновей. И, опозорившись, он возвращается к своему отцу и должен был признать свою вину в своей жизни. Возвращаясь к своему отцу, он сказал, он раскаялся перед ним. И когда уже наступил голод, мы с вами читаем уже 43 главу. И в этой главе, между строк, говорится о том, что отец простил его. Отец принял его раскаяние. Отец с распростертыми объятиями встретил Иуду. И в этой 43 главе показывается, что Иаков никому не доверял из своих сыновей, кроме Иуды. И в 43 главе мы читаем, когда наступил голод, восьмой и девятый текст говорит, Иуда сказал своему отцу Израилю, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, за Вениамина. Отец видел, что Иуда стал совершенно другим. Но когда вы прочитаете другие тексты, немножко выше, вы найдете, что когда Рувим просил Иакова и говорил, отпусти Вениамина в Египет, отец не согласился. Но когда Иуда попросил Иакова, Иаков дал добро на это. Но на этом еще история не заканчивается. 44 глава и 18 текст говорит нам о том, когда они прибыли в Египет, и когда по некоторым обстоятельствам уже Вениамина должны были взять в рабство. Мы находим, какую ответственность в то время испытывал Иуда. И мы читаем, и подошел Иуда к Иосифу, и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что и фараон. И 33 текст. Итак, пусть я раб твой вместо Вениамина отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. И вот в этот момент Иосиф увидел совершенно другой характер. Несколько лет назад Иосиф вспоминает тот момент, когда Иуда говорил, давайте продадим Иосифа в рабство. И теперь Иосиф видит совершенно другого Иуду, который ходатайствует за Вениамина и говорит, Иосиф, даже он не знал, что это был Иосиф еще, говорит, господин мой, я готов быть рабом, отпусти только этого брата. И вот в это время Иосиф не выдерживает, 45-я глава говорит нам, Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне. Посмотрите, какая перемена произошла в жизни этого человека. Действительно, друзья мои, мы проходим в этой жизни, кто-то проходит легко, кто-то проходит в трудностях, переживаниях, одни остаются верными Богу, другие же, борясь с искушениями, с трудностями, идут по этому жизненному пути. Но давайте мы будем помогать друг другу, не продавая друг друга в рабство, не продавая друг друга в какие-то испытания и трудности, ведь эта жизнь действительно, она не наполнена розами, не наполнена она цветами, не наполнена она красотой. И поэтому нам необходимо идти и поддерживать друг друга, любить друг друга, переживать друг о друге. Когда Иосиф увидел Иуду, он обнимал и Иуду, он обнимал и Вениамина, он обнимал и других братьев. Но еще одно испытание должен был пройти Иуда. Он должен был возвратиться к Отцу, стать перед Ним на колени и сказать Ему всю правду. И вот это было, наверное, самое тяжелое испытание в жизни Иуды. И он все-таки идет. Он идет навстречу Отцу и раскрывает перед Ним тот обман, который таился, обман, в который он сам поверил, обман, который, казалось, никто больше никогда не узнает, никто об этом не говорил, все забыли. И он возвращается к своему Отцу и говорит правду. Я хотел бы, чтобы мы могли прочитать 45 главу и 26 текст, и там сказаны такие слова. И известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над землею египетскую. Но сердце Иакова смутилось, ибо он им что? Не верил. Он не верил даже еще до конца и Иуде. Но в 46 главе и 28 тексте мы читаем вот то примирение, то прощение, которое произошло в этой семье. И мы читаем такие слова. И Иуду послал Иаков перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. Иаков прощает сыновей своих. Происходит примирение в семье. И они вместе направляются в ту страну, где они могли сберечь свои семьи от голода. Действительно, мои дорогие друзья, сегодня Господь ожидает от нас, чтобы в нашей церкви произошел процесс примирения, процесс освящения, прежде чем будет излит поздний дождь на Церковь Божию. Вот что мы читаем в Духе Пророчества. Настало время приготовления. Печать Божия никогда не будет положена на чего порочного человека. Ни один мужчина и ни одна женщина, которая лелеет в себе тщеславие и любовь к мирскому, не получат ее. Не получат ее также злоречивые и коварные сердцем и лжецы. Все, кто готов принять печать Божию, должны предстать перед Богом без пятна и порока. Это кандидаты Небесного Царствия. Бог действительно любит нас. Он заботится о нас. Он желает спасения каждому человеку и тем, которые являют в своей жизни характер Иосифа. Он любит тех, которые в своей жизни возможно являли характер Иуды, но стремились к покаянию. Мои дорогие, давайте будем помнить о том, что Иисус Христос сотворил нас. Он искупил нас. И Он сегодня ожидает, когда мы к Нему придем, для того, чтобы оправдать нас для жизни вечной. Не отчаивайтесь, не опускайте руки, идите за Господом, будьте победителями, как стал победителем в свое время Иуда. Пусть Господь благословит нас вятым. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой и любящий Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе во имя Спасителя нашего Иисуса Христа и просим, чтобы Ты услышал молитву нашу. Мы искренне, Господи, благодарны Тебе за то, что Ты являешься Богом любви. Ты проявляешь эту любовь, Господи, ежедневно, желая, чтобы в нашей жизни каждый день происходил процесс освящения. Ты желаешь, Господи, благословлять нас. Ты ведешь, Господи, нас часто путем страданий и переживаний, лишь для того, Господи, чтобы спасти нас для жизни вечной. Благодарны, Господи, Тебе за эти чудные примеры, которые Ты оставил на страницах Священного Писания. Помоги нам, Господи, быть верными Тебе при любых обстоятельствах жизни, так как был верен Тебе Иосиф. Мы просим Тебя, Господи, сегодня о наших дорогих братьях и сестрах, которые сегодня испытывают переживания в своей жизни, которые испытывают, Господи, борьбу, борясь со грехом. Помоги нам поддерживать руки друг друга. Помоги нам, Господи, оставить всякий грех, все то, что разделяет нас с Тобой. Дай нам победу, Господи, в Господе нашем и Иисусе Христе. Мы нуждаемся, Господи, в этом. Мы видим, что любишь Ты нас, Господи. Мы видим, что Ты желаешь нашего спасения. Помоги нам принять это спасение и победу от Тебя для спасения нашего и для славы Твоей. Аминь.